Коллектив Тринкосинской школы Чебоксарского района отметил 25-летие. Поздравить педагогов и учеников с юбилеем приехал министр информационной политики и массовая коммуникация республики Александр Иванов. 25 лет назад на этом месте располагались колхозные поля. Поселок нуждался в школе и было принято решение начать стройку. Сейчас Тринкосинскую школу считают одной из самых перспективных. Поздравление коллектива прислал глава республики. Александр Иванов вручил специальный подарок. Сертификат на приобретение оборудования для пищеблока на 50 тысяч рублей. Дорогие учителя, ученики, работники и выпускники Тринкосинской селения общей образовательной школы. Поздравляю вас с 25-летним образованием учебного заведения. Для каждого человека родная школа очень дорога. Здесь он получает первые научные знания об окружающем его мире. Учится нести ответственность за свои поступки. Он любит любить свою страну, творить добро, быть счастливым и жить в гармонии. Грамоты, дипломы и кубки. За 25 лет их накопилось огромное количество. И администрация школы решила собрать их в одном месте – кабинете истории школы. Здесь мы зафиксировали всю историю, скажем, нашей жизни за 25 лет. Она на самом деле очень была насыщенной, очень много фактов, событий за эти 25 лет. И, наверное, я часто перед своими, скажем, учителями, родителями говорю, может быть, чуть-чуть, может, преувеличиваю. Я говорю, вот у нас за эти 25 лет столько фактов, столько событий, что, я говорю, другая школа за 50-100 лет меня наберет. Открытие комнаты истории – не единственный подарок к юбилею. Готовясь к празднику, администрация школы выпустила книгу о школьной жизни. Мои воспоминания самые отличные. Школа строилась на пустыре, но строительство этой школы закладывалось наверняка давно. И вообще я считаю, что Тринкосинская школа – это флагман сельских школ республики. Какое бы ни было мероприятие – Тринкосинская школа на первом месте. Какое бы ни было соревнование – Тринкосинская школа на первом месте. Но школа – это не только учеба. Из года в год ее ученики становятся как призерами, так и победителями районных и республиканских соревнований по различным видам спорта. Это школа, где впервые появилась секция вольной борьбы среди девушек в районе. Это исторический факт. И это девушки наши выступали на республиканских соревнованиях и успешно на российских соревнованиях. Это очень здорово. Особая гордость школы – хореографическая студия «Сияние». Ее танцоры – тоже призеры различных фестивалей. Не каждую школу ученики называют вторым домом. Мне нравится учиться в Тринкосинской школе. Я считаю, что она самая лучшая в районе. У нас в проходе, в нашей школе замечательные учителя. Я поздравляю школу с 25-летним. Желаю ей успеха, процветания. Хочу сказать спасибо родителям и учителям за то, что они воспитали. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.